Итак, всем привет, с вами Дубкей, и мы продолжаем играть за Польшу в Ваниле Херсферн 4 с таким псевдосекретным путем через Романовых. Собственно говоря, в прошлой серии мы-то неплохо расширились, очень серьезную промышленность построили. И нам предстоит расширяться на юг, ликвидировать, я думаю, еще Швецию, чтобы закончить эту войну. Ну и, собственно говоря, что делать дальше, мы посмотрим. Сейчас, как минимум, нам нужно делать штурмовики, давайте этим займемся. Ну вот, что-то такое у нас получилось, надо ему еще иконку поставить, красивую. Ну, что-то такое похоже на штурмовик. И начнем, собственно говоря, их производить. Можно старые сразу поставить как устаревшие. Ну и скоро будет 40-й год, надо будет их обновить на новую модель, но до этого еще надо, конечно же, дожить. И тут надо повысить импорт резины и, пожалуй, вольфрама. Скоро мы, кстати говоря, ПТО еще поставим в нашей дивизии, потому что пока что в них их нету. Но это пока что. В будущем просто мы будем сражаться со странами, у которых будут танки. Пока что у этих стран не было танков. Серьезно, я думаю о том, как высадиться в Швецию, я обнаружил, что у нас нету тех и высадок. Ну, надо это исправить, конечно. Но у нас реально заканчивается мэнд пауэр, а гарнизоны требуют еще. Нужно думать, что делать. Ладно, я решил, что мы потребуем подчинения Югославии, чтобы вступить в войну с более страшными силами. И против более страшных сил мы смогли вести более важный призыв. Югославия отказывается, конечно же. Мы сейчас подкопим 150 политки и, собственно говоря, будем нападать. Но вместе с тем, кстати говоря, можно сделать претензию на Россию, потому что это даст нам политку, стабильность, вот это все. Но войну реально не начнет, только даст Казбелли. Хотя, единственное... Нет, наверное, не стоит это делать, потому что здесь даст не на тот Советский Союз Казбелли. Собственно говоря, это может быть проблемой в будущем. Поэтому пойдем куда-нибудь сюда сейчас. Итак, мы накопили 150 политической власти. А это значит, что пора нападать. И ситуация, на самом деле, ожидаемая. У нас просто... Они нападают. Мы просто защищаемся. Это, на самом деле, даже неплохо, потому что в защите мы вполне себе справимся. Вот нападать мы бы вряд ли смогли. Но самое главное, мы сейчас начнем мобилизовать людей к гарнизону. И гарнизонов очень не хватает. Поэтому сейчас станет получше. Единственное, стоит, конечно, повысить гарнизоны, пожалуй, до военных губернаторов. Вот здесь везде. Ну и в целом, я думаю, ситуация после того, как гарнизон заполнится, намного улучшится. И, на самом деле, нас потихоньку давит. Но вроде как... Да, вроде как... Это более-менее нормально еще, пока у нас выходит, держаться. Хотя, я вижу, что мы отступаем. Возможно, стоит просто отойти за какие-то границы и там поддержать пока оборону. Наверное, так и сделаю. И вот так вот выглядят сейчас наши линии обороны. Кстати говоря, вот здесь вот, по-моему, отсюда нельзя, да, перейти? Да, значит, ее мы чуть-чуть сузим. Куда-нибудь сюда подотправим их. И в целом, я думаю, на ним подержимся получше. Хотя где-то желтым показывают, но это только потому, что здесь вот дивизия без организации. И здесь их две, то есть надо чуть-чуть сейчас перераспределить их. Мы раздавили нас буквально чуть дальше этих линий, но в целом мы теперь здесь закрепились. Мы на поваром получили, а значит, то, что мы хотели сделать, мы успешно сделали. Теперь нормализуем здесь оккупации как-то. Подушим вот этот блок. На самом деле, эта война вполне себе приятная. И потом мы... Кстати говоря, можно захватить Болгарию, Югославия за ней задастся. Хотя Болгария, казалось бы, меньше. И мы будем после этой войны в вполне себе неплохой ситуации. Плюс надо, конечно, еще Швецию победить. Но мы здесь строим подлодки, чтобы попытаться вот здесь вот высадиться потом. Произошел в мире Советско-Французский пакт. Очень неприятный. Альянс такой опасники. Особенно учитывая, что Франция это супер серьезно. Но, думаю, в целом не сильно, но мне все равно кажется. Мы, кстати говоря, очень неплохо так уже доктрины здесь исследовали. Опыт у нас фармится очень жестко. А у нас они очень-очень умирают. Собственно говоря, уже здесь вот, допустим, повысили призыв. Чуть-чуть повысили. Здесь пока Румыния стоит на месте, поэтому призыв не повышает. Но мы очень хорошо защищаемся. Так что в один момент в Югославе здесь просто закончится снаряжение. И мы можем попробовать перейти в контрнаступление. Но пока нам спешить некуда. Но здесь авиация тоже работает очень хорошо. Мы авиацию неплохо строим. Так что мы успешно фармим. Единственное, я боюсь, что в один момент на меня может напасть Северский Союз или Германия. Но надеюсь, что я к этому моменту закончу свою войну. И вот я вижу, что у нас генерал говорит, что у нас хорошее соотношение сил. А это значит, что можно чуть-чуть попытаться пробиться. И это у нас на самом деле получается. Приятно. Я не знаю, что я чувствую, что мы вот буквально несколько провинций взяли. И дальше пока пройти вряд ли сможем. То есть мы вот берем буквально вот эту провинцию еще. И попробуем на самом деле здесь напасть. Но что генерал говорит, что вроде мы сильнее. Вообще, честно говоря, мы как бы и сильнее. Так у нас топливо кончилось, поэтому надо срочно с этим что-то сделать. Итак, Германия пошла в демократию. А значит, что мы на этом фронте как минимум можем успокоиться. И реально у нас угроза только в одном востоке осталась. Но с Советским Союзом мы в принципе можем справиться и сами. Итак, благодаря микро здесь очень много руками сейчас командовал. Потому что автоплан показался уже плохо в такой ситуации. Мы смогли снять обратно Венгрию, покрушать много югославских войск. И в принципе сейчас достаточно успешно прорываемся в сами югославские территории. Особенно вот здесь вот. Здесь, конечно, у нас ситуация чуть-чуть опаснее. Но ничего. Я думаю, мы без проблем сможем занять Югославию. А заняв Югославию мы капитулируем сразу же в следующую Болгарию. И уже Румыния так вот не через горы будет намного проще, чем в эти города лбиться бесконечно. Если говоря, Советский Союз начал воевать с союзниками, которых вступила французская коммуна, которая, казалось бы, должна была быть на стороне Советского Союза. Ничего. Но для нас это никак не влияет. Мы просто продолжаем потихоньку дальше пробиваться сквозь ряды югославских солдат. И, возможно, мне стоит задеплоить вот эту нашу резервную армию сюда и прикрыть вот этот оттыл. Итак, прошло еще некоторое время. Мы смогли закрыть вот здесь вот окружение и вот к таким границам прийти. У них, как вы можете видеть, очень много дебоиспособностей не хватает. Собственно говоря, авиация у нас здесь везде работала еще по логистике. Повыбивали мы много снабжения. И теперь можем попробовать добить наконец-таки Югославию. Подозреваю, что опять будет все идти со скрипом. Но что поделать? Таково наступление без танков. Хотя в целом мы кое-как пробиваемся. В принципе, на севере можно было бы тоже попробовать наступать. Но наступление сразу же, как только мы дадим до холмов и гор, остановится. Поэтому не будем и спешить. И будем сейчас потихоньку пробиваться сквозь Югославию, чтобы она капитулировала. Уменьшится у них общее количество войск. Потом какую-нибудь Болгарию. И потом уже Румынию с тут 3-ми армиями закроем в котле. Сказали говоря, любопытное развитие событий. Германия вот эта демократическая. Собрала себе кучу союзников. Меня тоже позвала, но я отказался. И пошла, захватила Францию, потому что она коммунистическая. Но при этом Франция в союзниках. И из-за этого как бы демократическая Германия начала воевать с демократическими союзниками. Какой ужас. А вот и капитуляция войска, которые здесь находились, резко стали в окружении. Нужно сейчас ручками будет поконтролить получше, подобивать их. И резко двигаться в Болгарию. И тут еще Болгария не успела войска свои. Так, можно, пожалуйста, нападать? Спасибо. Потому что они не хотели нападать в Болгарии. Свои войска сюда еще не успела подвезти. И в принципе они в основном на границах были. И мы сейчас благодаря этому спокойно закрываем Болгарию. А вот и приятная капитуляция Болгарии вместе с ней и Югославии. Потому что бы они были в одном альянсе. А Болгария была большой страной. Кстати говоря, за счет этого небольшой флот заберем себе. Ну и конечно же территории. Собственно говоря, больше здесь нечего забирать. Марионетками я их делать не хочу. Потому что потом я все это национализирую по фокусу. Так что потерпим гарнизонов пока что. Ну и тут в Румынии войти с Юго. Вообще легкая прогулка. Так что мы, собственно говоря, ее и производим. На севере здесь войска все еще стоят. Но удачи им. Здесь у нас, кстати говоря, можно вот эту армию. Точнее вот эту авиацию перебросить вот сюда поближе. Пускай здесь оказывают получше помощь. Ну и сейчас мы, я думаю, без проблем капитулируем Румынию. Даже не начиная нападения в горы. Чтобы не терять лишних солдат. И так их невероятно мало. Потому что очень многое умерло. Ну тут можно еще с запада вот здесь вот в принципе поддавить их. Потому что здесь такое вот окружение получилось. В принципе. И можно добить будет. Вот и капитуляция. Здесь какое-то... А, ну Швеция же еще в альянсе, господи. И еще надо со Швейцей сейчас как-то разобраться будет. Но в целом мы практически закончили эту войну. И мы наконец-таки нашли шведский флот. И с поддержкой нашей авиации мы не успели его добить. Но хотя бы при отсутствии этого. Хотел... Нет. 39%. В один момент мы сможем пересечь это море. И вот этот момент настал. Вместе с этим мы перебрасываем сейчас сюда срочно авиацию. И успешно высаживаемся. Ура, товарищи. Ой, мы ведь не за тех играем. Ничего. О, вся наша армия сейчас полетит во Швецию. Я сказал, вся наша армия сейчас полетит во Швецию. И... Мы ее по-быстренькому закатаем. Ну и со всей армией здесь уже мы переходим в наступление. И просто сминаем ряды шведов. Кстати говоря, как вы можете видеть, мы тут потихоньку начинаем следовать танки. Потому что, как показалась эта война, без танков мы вряд ли сможем нормально пребываться. Хотя, с одним условием. Здесь танки на самом деле бы не очень помогли, потому что здесь куча гор. Но в среднем, допустим, если мы будем воевать с Германией или Советским Союзом, нам очень нужны будут танки. Помните, я говорил, что Германия напала на Францию и теперь воюет с союзниками-демократами? Они это делают вместе с коммунистическим Советским Союзом, против которого она этот альянс и собрала. Конечно, вот это уже пошел какой-то абсурд. И вот оно случилось. Шведы капитулировали. И значит, мы теперь можем все это замерить. Обязательно забираем флот. Забираемся, в принципе, я думаю, все страны, кроме Швеции, просто как территории. Что-то подходит для нашего, как бы, будущего, так сказать, для нашей будущей большой страны. Ну, а Шведов мы все-таки замарионитим по той простой причине, что там наши территории мы не сможем прикрывать. Поэтому просто пускай Шведы нам отдают ресурсы. Можем еще и промышленность забрать? Можем мы еще и промышленность забрать? Отлично. Пускай Шведы все просто отдают. Так, мы же все забрали. И ресурсы, и промышленность, да? Она же и вместе идет, верно? Непонятно. Поверим, что да. Ну, и теперь вот такой вот у нас будет мир. Ну да, мы смогли, вот видите, от событий оккупации. И плюс у нас все Шведские ресурсы до нас доехали. Это очень-очень приятно. У нас не хватает только резины. Но мы здесь еще начали застраиваться нереально резиной. Ну и потихоньку, конечно, качаем техи. Но нам пока военные поважнее. В принципе, мы это пока можем импортировать. Ну, как импортировать? Мы достроим достаточное количество. И в этот момент у нас просто, в принципе, и не понадобится больше импортировать. Вот, готовимся к войне с Советским Союзом. Я только надеюсь, что он с вот этим микрочелом завоюет уже когда-нибудь. Там, типа, как будто 60 дивизий в одной провинции. Но здесь 200. Вот. Но хотя здесь еще эта война. Короче, следующий у нас Советский Союз на очереди. А эту серию, я думаю, пора заканчивать. Так что, ребят, с вами был Добгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, ребят. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Пока.